хотите меня в отдел все затащить чтобы мне почки отбить ну к сожалению 90-е года и двухтысячные закончились давно уже пытали людей в 90-е там двухтысячные или как мы там никто не расскажет там навальный то есть путин вам платит что лично лично на карточку переводит вот вам какое дело до какого-то навального уехать воспитая детей что вот они как-то за денежку не не впрягались непонятно за кого непонятно за что не первый раз проходили и расценки ну по крайней мире старые знаем и люди в этом сами признавались познавались что он принято по барабану ну шоу устроить цирк но кто за это платит за все но откуда я знаю это надо у гражданки соболь спросить не по указке соболе что говорят то и делают по указке а сейчас за ними останется след грубоя от ситки и всего остального а потом когда к пройдет какое-то время куда-то люди захотят устроиться на какую-то работу мало-мальскую высокооплачиваемую и нормальную всплывет себя вот это подноготная и был и максимум не устроить это в магнит продавцом может быть вот если вас надо будет найти вас пробьют найдут и посадят дежурная часть научно слушать вот звоню вам собственно поинтересоваться что там сделано по моим заявлениям вот звонил вам час назад где-то задержали убийцу сожалению нет как нет что ж такое сбежал наверно да ну тела нету убиенного как не тело не дело что ли получается ну если получается никого не убили то соответственно нет убийцы а тот кто пытался убить как его назвать и миг уже не знаю такого понятно понятно но а что вы знаете но я кстати вот даже не припомню как называть его человек который имел умысел на причине смерти человеку и у него по не зависимым от него причинам пошло что-то не так и человек не умер и вот не называть его убийцы вот как вы как его не называть убийцы ну не знаю мне кажется у слова убийцы есть определение вот так вы не выяснили может у своих коллег а может быть номера мне моих заявлений скажете нет к сожалению не могу почему тоже не знаю кто звонит сожалению вы посетите наш отдел я удостоверюсь кто вы посмотрев ваш паспорт и он расскажу подробно так я звоню меня зовут сафронов павел владимирович я не знаю кто звонит угодно и представляться кем угодно к сожалению вот так вот значит а у меня просто такое ощущение что вы хотите меня водил все затащить чтобы мне почки отбить ну к сожалению 90-е года и двухтысячные закончились давно уже от этого можете поинтересоваться у коллег которых сегодня судили они вот сидят немножко для административной задержки там расскажут отбивали то отрезали они хотят захотят поделить с вами такой информацией они наверное обязательно раскрыть свои там просто убежал же один у них вот когда их задерживали к сожалению не знаю вчера как вы говорите не служил родине отдыхал поэтому полностью информации не владею к сожалению что он его дела вчера но вы усвоили что на службе надо служить они работают да конечно конечно ну вот видите воспитательные беседы уже не проходит даром да у нас есть свои воспитатели к сожалению я просто видео вот этого задержания смотрел как вы говорите моих коллег да и вот не знаю как там не коллеги соратники они в неважно я не ну не обижаюсь на это я не к тому я к сожалению не видел я я просто не не увидел вам не увидел в чем заключался их 19-30 правонарушения вот к сожалению тоже вам пояснить не могу не работал вчера я же говорю отдыхал полностью информации не владею а то что там видео показывает а может что что угодно показывать монтаж может 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 где-то есть видео как и убийца убивал нет к сожалению такого видео или нет я думаю она где-то существует у меня вот такой еще вопрос интересующим так чистый интерес а почему позавчера вы не звонили нам не сообщали об убийце скрывали тогда помочь ну позавчера субботу ну или неделю назад неделю назад это все стало известно просто стало известно вчера где он живет что он именно у вас там кого у нас ну у вас в вашей территориальной подведомственности на службы а чушь никто информации не оглашал что есть такой человек мы его ищем учитывая что он сотрудников сб что фсб и путин даже знали об атом а вот всем списке того что я диктовал вчера да вот этой группы банды то я думаю что было бы излишним как бы еще и район банды получается организованная преступная группа до объединения сейчас четко устраивший иерархий нам информацию не открывайте до конца то фамилии там остальных почему я же раскрыл его а вот видите вы вчера не служили а я вчера прям записок диктовал вот ланды до александров осипов кривощоков таякин кудрявцев мне так кажется что это не наш немножко подведом так мне не организованными группами и бандами не занимаемся но к сожалению ну 200 масята на помимо счастья да мы по мелочи там немножко не вары мошенники а вот банда мне кажется это какая-то другая подвесной занимает я думаю ваша информация перед на куда следует я очень надеюсь более компетентным людям да в этом можете даже не помнило но вот кстати у меня был случай такой вот когда мне сотрудник полиции говорил вот это не наша компетенция да там какой-то у нас вопрос был уже не помню какой а вот убийство что же не ваш компетенция получается ну если это как вы говорите организованная группа сделала то к сожалению думаю да это не наш не такая любое убийство 105 статья не не вашу последствий входит не в мвд я думаю да там политический вопрос политиками мы не занимаемся я к тому что даже не политически если смотреть по пока то на последствий не мвд любая стоит 105 статья но это не но это не важно это не значит что сотрудник полиции должен бездействовать когда какого-то убивают правильно да и вот если полицейскими полицейским сообщает в полицию о том что вот там то там то находится убийца то задержать его наверное надо человека чтобы мы вроде уже выяснили что убийцы тот кто убил хорошо человек имеющие отношения и как это надо доказать я так думаю а то есть надо сначала доказать а потом задерживать да я думаю как минимум должно быть какое-то основание но основание пола каждый будет звонить и говорить на соседа что он убийца не то что мест в тюрьме не хватит а даже сотрудников не хватит задерживать всех у нас вроде как это сталинский времена отменили уже хорошо посмотрим с другой стороны во вчера соболь любовь тоже была у вас там в отделе ее задержали тоже просто по заявлению вот как вы говорите просто там вашему разочарованию я прострою никто не задерживал но может быть доставлено было но не задержан ну доставлено в автозаке в автобусе но факт в том что доставили и опрашивали там да да до двух часов ночи просто по заявлению вот этого самого как я понимаю как его господи кудрявцева до который там живет вот в этой квартире 38 который сказал что она просто ломилась к нему в квартиру и это там что там нарушение неприкосновенности жилища или что там 139 статья наверно вот его почему бы на этом наверное и поэтому факту я просили да наверно можно было по убийству то по 105 статье это все-таки тоже доставит она как произойдет убийство я думаю это прям незамедлительно произойдет так а зачем ждать когда она произойдет полиция маная и высота это все голословные сказывания ничем не подкрепленные а то есть вы хотите сказать что вообще никакой попытки убийства вообще не было не доказано насколько мне известно но как не доказано если у всего мира уже есть и заключение экспертиз и у российской власти тоже мы не слушаем мир мир может быть то что угодно почему я же говорил потому что нужны основания а голословные высказывания кого кого то ни было не считается не основание так если сам кудрявцев признался что он убивал человека когда как кому признал навальным по телевизору по телефону вы выступил по телефону признался до чего я предполагаю у меня нет оснований не доверять гражданам а где и там навальный ты стесняюсь спросить там навальный то есть имя его местонахождение я думаю да я вот думаю что он на суздальской дом 38 кто навальный до убийцы я так думаю да что она вот там уже допрашивать может быть пока вы бездействуете навальный допрашивает но я так думаю мое предположение такое ну у нас это свободная страна свобода слова ну в рамках только пока я так думаю можно высказывать потому что есть статья можно что-то сказать не так и потом если это не подтвердится там есть и клевета и ложа дать ложа до дачи ложных показаний на что можно реально немножко съездить в мордовию отдохнуть за это не сажают успокойтесь там 306 какая там нити она не тяжкой небольшой тяжесть вы хоть знаете хоть одного человека который за нее сил задачу ложных показаний именно сел до задачу ложных показаний именно себя конечно конечно ранее судили 10 там до трех лет ну небольшой тяжести при этом там предусмотрен штраф и насколько я знаю там еще работы какие-то а крайне не судимым а не применяется наказание в виде лишения свободы если предусмотрен иной более мягкий вид наказания поэтому уехать за нее практически невозможно павел у меня к вам вопрос вам поговорить не с кем вот я с вами общаюсь уже 20 у меня отвлекаете от моей службы у меня тут бумажные работы выше крыши я на камеру то раз разговариваем просто беседуем вам поговорить не с кем как я вас могу отвлекать от какой-то службы если на вашей территории возможно находится сейчас убийца и вы всеми способами занимается как компетентные люди со вчерашнего дня но если они не занимаются то что делать ну я сомневаюсь что вы окна на вишняковской можете это как-то увидеть так вы мне скажите что вот человек задержан да с ним проводят следственные действия там или какие-то процессуальные действия что он не убежит что он завтра того мне этого это вам никто не скажет почему служебная информация но служебной информациями вы не тот человек которому кто-то будет что-то докладывать рассказывать что происходит почему я же ваш работодатель почему не отчитаться сомневаюсь что вы мой работодатель ну а как откуда вы зарплату получаете путин вам платит что лично лично на карточку переводит ничего себе не вы же мне переводите деньги ну да я нанял специальных людей которые переводят вам деньги все правильно вот благодарность от меня вам спасибо большое вернемся к сути к сути вопроса да по поводу поговорить и отвлечение меня от макулатуры вы мне скажите короче их посадят на бутылку или нет в итоге понятия не имею ну как бы если как вы говорите найдут убийцам будет сеть на бутылке или его линчуют то я думаю будете первые под подозрением да мы естественно это не наши методы как вы сами сказали не сейчас не 90 и не двухтысячные годы не знаю а вы кстати служили в 90 и 2000 служил значит вы знаете не понаслышке к сожалению мне кстати все говорили что вот до 2000 какого там одиннадцатого года вроде до реформы до этой вообще то есть был беспредел полный но кстати мне кажется ничего не поменялось особо ну если отъехать километров 50 от москвы туда ну да да и в москве тоже сомневаюсь да ладно вон вишняках чего не слышали что происходит через восемь дней вы можете поинтересоваться у ваших соратников и коллег или кто него там друзья товарищи чем восемь м7 до м7 далее от отсчет со вчерашнего дня получается теперь 5 с чем-то дней мы всего в курсе вот и как раз поинтересуйтесь как тут 90 и 2000 или что происходит еще вы вот лучше услышать из первых уст ну да еще вы тут пытали людей в 90 и там 2000 или как мы там никто не расскажет почему сроки давности уже прошли чуть но если вы как не убили никого павел мне если честно вся вот эта обстановка не интересно вот крайне вообще все равно я бы побеседовал если бы за меня кто-то сделал работу моего здесь бумажную бумажки конечно важнее чем реальная работа к сожалению к сожалению да вот кстати было позвонили а надо 10 бумажек на меня а вы пожалуетесь в омбурсмен полиции он воронцову который сидит письмо напишите в сизо чтобы он посудился у вас мвд вот видите с мвд а вот так же может кто-то из вас вот так вот языком что-то молоть предположение делать какие-то а потом раз так и вместо воронцова и вымогатель да и никто не поможет не соболь который забудет про вас на второй день и все остальные а посидеть придется реально только поздно будет что вы воронцов это не не вытаскиваете важно 900 тысяч человек сотрудники правоохранительных органов 900 тысяч человек только в мвд там я думаю умный человеку с вами додумаетесь почему я не знаю почему он защищал ваши права то есть человек за вас реально топил и за свою позицию и защищал я да я так думаю и пусть так как хоть и впрягают так он же всех защищал невозможно защищать одного человека систем мир нами и защищал я не обращался к счастью или к сожалению нет но тем не менее те результаты которых он добивался отражались на всех сотрудник ну это понятия не имею мельком слышал схема одинаково воронцов давидович эрик давидович давидович да и манна и одна и та же я на суды я на суды к давидович уходил и представляете вот честно сказать да никто ему понятно дело что не помог но там просто такие как бы все кто ходил к нему на суды просто были в шоке потому что какие там свидетели были что они говорили то есть ну это вообще вот реально какие выводы сделали какие выводы что беспредел вот творится причем вашими руками причем в отношении вас же самое-самое известно что порой в отношении вас делать вывод на другие что можно оказаться в любой момент на его месте и что боятся теперь нет заниматься надо своими делами семьей работой они ерундой но моим детям в этой стране жить и вашим детям я думаю в этой стране жить и на месте вот этой соболе на месте вот этих трех ребят которых вы посадили там по моему мнению вообще ни за что по приколу но по вашим понятиям может за что-то но по закону это конечно ну ничего общего не имеет могут оказаться ваши дети или родственники или кто-то я думаю я как воспитаю детей вот они как-то за денежку не не спрягались непонятно за кого непонятно за что за денежку я думаю вряд ли в субботу еще никто ничего не знала воскресенье бах и все прям так оживились прям вот вам какое дело до какого-то навального вот стесняюсь спросить субботу вам был еще интересен сомневаюсь вы знаете задавались вашим соратникам они учета как-то глаза вниз и чё произошло и зачем и почему и никто внятно и в разумительный ответ дать не смог а на что ответ а сейчас за ними останется след грубая от ситки и всего остального а потом когда к пройдет какое-то время и куда-то люди хотят устроиться на какую-то работу мало-мальскую высокооплачиваемую и нормальную всплывет себя вот это подноготная и бу и максимку они устроить это в магнит продавцом может быть я эти пугалки я вот эти пугалки слышал всю свою жизнь вы то сидите на вишняковской и звоните мне правильно вот а люди а эти девятнадцатилетние часы сколько там лет сидят пока для административно задержанных а вы на вишняковской чистый белый пушистый но это не значит что через 15 минут мне не выломают дверь я не поеду в мордовию возможно возможно мне кажется вы очень много говорите да не непонятно и не по существу вы знаете вот то что вы сказали о том что впрягаться за какие-то коврижки там да непонятно за кого вот мне кажется что вот точно так же я думаю о сотрудников полиции в том числе и ваших коллегах или о вас там если вы поддерживаете их да то что вы впрягаетесь за какую-то шушеру за бандитов и убийц а потом мы что этим рассказываете что я этот режим я говорю это реальный доказано ну так вы за какие-то коврижки вы также за какие-то коврижки впрягайтесь за за просто каких-то непонятных криминальных элементов за каких но это замучено мы это доказать надо это слова так что доказать вот у вас есть все базы следопытому оперов там опера вот эти же биллинги до которые в этом в расследовании то могут пробить за пять минут и что это не доказательство биллинги вот эти вот геолокацию местоположение абонентов там история соединения и так далее это все пробивается за за считанные там ралли или часы в рамках уголовного дела это все пробивает если будет на то необходимость а убить то вот если вас надо будет найти вас пробьют найдут правильно и посадят потому что я говорю путин причастник убийству навального вообще к убийству то что там навальный не навальный как вы говорите там уже без разницы проходили убийство это человек когда убили он мертвый да по покушению на убийство и это не доказано к сожалению так и как и доказательств для того чтобы доказать нужно провести определенные действия как вы же на я не понимаю почему это в субботу было не интересно никому и в пятницу это было всем интересно еще с прошлого понедельника это было всем интерес еще с 19 августа когда его собственно и отравили почему-то неделю назад не было в ютюбе видео кого-то там кого-нибудь который говорили вот мы ищем такого товарища который совершил покушение на навального а почему-то вчера стало всем интересным когда путин уже когда я увидел там некоторые некоторые из участвующих лиц может и второй раз вообще фамилию услышали мы это проходили уже павел проходили когда путин уже проболтался тогда конечно тогда и это воспалили мы проходили это уже не первый раз к сожалению за мою историю службы не первый раз проходили и расценки ну по крайней мере старые знаем и люди в этом сами признавались сознавались что он принял что по барабану ну вот шоу устроить цирк я думаю брянск тв вообще параллельно было но почему-то они оказались у нас на районе и почему-то знали гражданку соболь и почему-то именно у нее брали интервью больше лиц там какие никому не было интересно почему-то вот вы как поставить к вам зато могут приехать тв интервью взять вы знаете я думаю вы там никого не найдем и и никто вас не знает в пензе но если зато как-то к вам приеду начну брать интервью это как-то будет очень подозрительно мне кажется и что значит вы думаете что все куплено западом я ничего не думаю я думаю просто цирк но кто за это платит за все откуда я знаю это надо у гражданки соболь спросить у пенс тв брянск тв который чатом интервью брали вот у кого надо спрашивать почему когда у людей просят показать документы они по указке соболе что говорят то и делают по указке а кто она им такая стесняюсь спросить координатор их их движений а за что а с чего с гражданкой соболь девушка и три молодых человека знакомы какой них общий интерес вот какие вопросы меня интересует и это пояснить никто не может и здесь пояснить никто не смог сегодня с опущенными глазами все поехали в суд вот а если весь мир это не поехали да поехали все равно ну а что за судья и закрывала кстати пиротском суде понять и не имею понятий ну насколько я знаю что они коллеги работают вместе соболь что ольга это глава ее предвыборного штаба да никаких штабов нет предвыборных выбираться к сожалению куда как некуда ну депутатов то пересажали всех вон свишняков этого самого шереметьево посадили я надеюсь что вы как измените свое мнение особенно когда вот за эти ваши 19 3 россия будет отдавать десятки тысяч евро вот этим самым троим людям у которых вчера были опущены глаза в пол как вы говорите сегодня сегодня нам нужно рада подать и подать и вчера да и все это будет с нашего кармана до свидания до свидания до свидания ну что друзья вот такой вот интересный разговор с дежурным я до этого также ему звонил и оставлял еще одно сообщение о преступлении также он мне отказывался называть номера моих сообщений о преступлениях которые ему диктовал это дичь это такой вперед слышу ссылаться на то что это как служебная информация но в общем то я не знаю оставляйте свои комментарии что думаете по этому поводу поставьте этому видео лайк подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик пишите если вам нравится такой формат будем продолжать но по мне так мозги у ментов у этих засраны капитальным реально капитальным вот я даже в принципе вырезать ничего не буду из этого разговора просто послушайте и и посмотрите ну чего мы хотим добиться в принципе с такой полиции я не знаю я не знаю их всех нужно менять просто всех поголовно